КИНОТЕАТР Дети очень любят этот праздник, очень активно участвуют. Пожалуйста, на выставке рисунков, сколько поделок. Дети стараются. Ну и тем самым этим праздником мы прививаем детям православные традиции. Конкурс художественного и декоративно-прикладного искусства Рождества Христова проходит уже 18-й раз. Это один из самых масштабных конкурсов муниципалитета. С каждым годом число желающих принять участие в нем только растет. В этом году свои работы на суд жюри предоставили 932 человека. В прошлом году у нас еще была номинация «Дела добра и милосердия». Но она не была, совершенно не были представлены работы по этой тематике. А в этом году их столько много, «Дела любви и милосердия», но номинации этой не было, и пришлось жюри ввести 7 специальных призов. Именно по этой тематике. Награждение в зале кинотеатра началось с приветственного слова благочинного видновских церквей Дмитрия Березина. Смотря на то, что здесь есть победители, я думаю, что победил каждый участник этого конкурса. Мы с вами сейчас видели, какая красота может быть создана человеческими руками. 24 диплома первой степени и 19 дипломов гран-при были вручены лучшим из лучших. Многие ребята участвуют в конкурсе не первый год. Дима Лепетюхов за свою картину из пластилина «Дары волхвов» получил гран-при. В его копилке это третья подобная награда. Он говорит, бабушка, ну чего, будем еще участвовать? Я говорю, смотри сам. Он говорит, давай я еще попробую. А вдруг хоть что-то у меня другое. И естественно, картины были разного вида. И мы занимали гран-при. Один раз только второе место. В конкурсе участвовали как самые юные жители района, так и довольно опытные творцы. Я пришла на этот конкурс с вот этой работой на тему Рождества Христова. Ты куда-то ходишь, занимаешься акварелью, живописью? Да, я хожу сейчас в «Импульс». До этого я ходила, закончила художественную школу Даши. Ходила на курсы по дизайну. После награждения гостей мероприятия ждал рождественский спектакль «Потерянная радость» и «Сладкие подарки». Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошлева. Видное ТВ.